друзья всем привет наше путешествие продолжается по италии вот отель которому сегодня ночевали в принципе он мне понравился он 40 чем-то евро стоит до 50 находится в тихом месте спокойном здесь вот они монтируют по моему зарядки для электромобилей то есть можно будет сюда на электромобилях приезжает и очень хорошая цена и сам по себе отель очень хороший с быстрым интернетом с нетфликсом с белыми кроватками вот эта стоянка полностью вся ночью была занята все здесь уже люди разъехались европейцы рано просыпаются так он называется bnb вот так он называется вот здесь 49 евро цена но я его забронировал по-моему за 45 или за 44 что-то типа это и здесь автострада рядом проходит ну и вообще в принципе мне понравилось за эти деньги в европе на побережье такой отель наверное где-то 150 120 евро минимум будет стоить и за эти деньги вообще в европе тяжело найти более-менее приличный отель тем более они пишут что это четыре звезды мы едем в город астия вот можно по платной магистрали а 33 поехать но мы поедем по альтернативной дороге потому что ну там разницы по сути нет никакой по деньгам может быть проезд будет где-то 5 евро строить поэтому в принципе здесь виталий еще пока можно ехать но попадаются конечно дороги прям особенно возле побережья или в горах прям просто разбитые вообще в хлам дороги это кстати одна из причин почему мы оттуда уехали мы хотели ехать до киноа и там просто невероятное количество туристов естественно вот этих всяких разных взломщиков грабителей иммигрантов и наверное нигде в европе так не обворовывают машины как это делают в италии потому что вы даже можете открыть вот я вчера читал про парковки в венеции зашел в google и читал и там почти все отзывы вот там кому-то разбили стекло вот там у кого-то вещи украли вот еще что то и на парковках это у них прям вот именно в италии очень сильно развито нам говорили что типа тоже в испании такое есть там где-то еще во франции но такого прям вот явно и просто хамского вот такого вот прям наглого как они ездят я вечером видел люди пацаны ездят на велосипедах в масках и прям заглядывают в машине что в машинах лежат и только я выхожу им говорю что вы сделаете они сразу уезжают убегают то есть такого вот чтобы прям где-то в других странах европы я нигде не встречал поэтому мы как бы уехали потому что сейчас много едут туда туристов бросают там свои машины бросают ценные вещи в машинах идут куда-то на прогулку на пляж естественно грабители этим пользуются и это кстати одна из причин почему мы уехали с побережья в центральную часть италии но и в центральной части тоже много кто говорит где-то там время еще где-то где большие города где большое скопление людей где какая-то парковка на улице особенно если она бесплатная там будут сто процентов промышлять вот эти вот воришки поэтому будьте осторожны всегда за свои сумки за свои машины там не то чтобы жалко что они там какие-то у вас тряпки или еще что-то украдут просто могут разбить стекло и нам рассказывали в турции мы встречались в автодоме людям разбили стекло и в интернете везде пишут про это поэтому путешествуйте по италии особенно осторожно италии очень много камер они прямо здесь камерами все обставили на каждом шагу камеры особенно вот на на этих дорогах альтернативных видите дорога чуть-чуть разбита и вот такой вот часто попадается и еще плюс ко всему камера вот вы можете ехать здесь как бы 90 а там потом резко 50 и камера и вы даже не успеваете просто скорость сбросить поэтому нужно очень осторожно быть топлива здесь чуть чуть меньше стоит по сравнению с приграничными вот теми побережьями городами где-то на 10 центов но все равно в любом случае 2 евро это для нас немало это где-то кусается прям сильно по карману бьет мне как бы без разницы у меня там 5 литров расход гибрид на если люди приезжают у них расход 20 там литров 15 то это не очень приятно вот это вот кстати одна из платных магистрали по моему я не ошибаюсь я под ней проехал единственный минус вот этого отеля это то что здесь рядом ничего нет шаговой доступности да и вообще на машине надо будет несколько километров куда-то в магазин ехать еще что-то он так на ошибе стоит это прелесть его с одной стороны потому что там никого нет и цены хорошие и спокойно машина стоит и вообще вот кто-то говорит что типа там сигнализацию надо ставить еще что-то это все фигня потому что им там разбить стекло что-то вытащить или просто разбить стекло вообще времени много не надо и поэтому сигнализация тому что рад еще что-то делать а по сути она как бы не спасет здесь не знаю наверное не угоняют так машины как в неаполе потому что я противоугонок не видел так чтобы прям противоугонки люди ставили на прям на руль если вы приедете куда-то в европу увидите прям на руле они ставят такие противоугонки палки чтобы типа руль не крутился то это значит криминал и значит угоняют машины прям сразу видно на парковках что люди защищаются так вот потом после асти у нас мы планируем посетить здесь высокогорное озеро есть если там не будет много людей может быть там какое-то время проведем до венеции доехать сегодня и наверно по платным дорогам поедем потому что нужно время сэкономить и потом поедем в румынию там вроде бы пару в румынию можно по шенгенским визам заезжать и потом из румынии в болгарию и там уже там две недели остается вам нужно попасть обратно в стамбул навигация нас выводит на магистраль видимо здесь либо платный участок дороги а наверное ремонт скорее всего написано зачеркнуто что типа оплата будет короче по этой магистрали нельзя на мопедах ездить слабеньких на велосипедах нельзя ездить пешком нельзя ходить останавливаться нельзя даже если машина сломалась все равно нельзя останавливаться вот что еще нельзя но здесь на самом деле много чего нельзя медленно ехать некоторых местах нельзя мы по италии уже ездили в районе рима по платным магистрали но она примерно так выглядит вот это выезд навигация она как-то знает что это магистраль что мы здесь можем быстро проехать что здесь бесплатно что здесь какой-то ремонт идет или еще что-то я не знаю почему у нас бесплатно здесь поэтому кусочек сейчас везут в общем вот так она выглядит так здесь знак 50 почему-то быстрее вот эти камеры они могут вообще все что угодно считывать недолго длилось счастье в общем там несколько километров и вот опять мы выехали вот такую вот дорогу чем-то напоминает наши казахстанские дороги российские даже не знаю чем вот это только в италии так не во франции не в испании но в италии греции как мы вернулись в италию сразу началась жара здесь тоже было прохладно и вот мы выжали когда время было 40 градусов мы выжали и вот мы приехали опять в обед здесь 30 градусов наверно где-то до 35 до 33 будет подниматься даже в горах сейчас мы находимся ближе к горам и все равно температура здесь высокая здесь конечно же уже меньше туристов меньше иммигрантов меньше вот этих всяких рабов еще кого-то вот эти люди про которых я вам говорил которые жулики короче говоря их сразу видно они не идут куда-то целенаправленно они они вот так вот глазами шмыкают по сторонам что-то выискивают высматривают и очень много еще людей на мотоциклах на мопедах ездят они даже мне рассказывали что могут если у вас допустим сумка или у кого-то сумка лежит на переднем пассажирском сиденье они могут подъехать разбить стекло или дома стекло если открыто выхватить эту сумку и просто на мопеде уехать поэтому здесь вообще схем на самом деле очень много и нужно быть очень осторожным на горе на возвышенности замок был какой-то ну честно говоря не знаю почему здесь в италии даже задерживаться неохота вот мы тоже прошлый раз ехали вот единственно нам понравилось побережье амальхи мы проезжали а вот вот эти вот большие города неаполь а потом те вот этот волкан везуги мы там когда проехали даже без удовольствия время тоже как-то все не знаю почему заезжаешь страну и сразу ощущение первое ощущение сразу понятно хочешь ты здесь быть или не хочешь и вот как-то италия не знаю может потому что мы заехали вот со стороны этого паре брендиси прям очень грязно очень дороги плохие комары сразу напали и вот как-то неохота было находиться и мы как-то ехали ехали вроде бы задерживались вроде бы старались много мест каких-то интересных посетить посмотреть но все равно как-то это все вот без удовольствия без позитивных каких-то эмоций как допустим в испании прям или во франции прям вот как-то охота побыть и как-то задержаться город асти он тоже здесь был столицей италия европа она вообще состояла свое время из очень многих государств даже евро италия она была там разбита на 10 или на 20 государств венеция там генуа там пиза но их очень много было на самом деле здесь и вот эта астия это тоже была столица какого-то региона и собственно здесь она тоже переходила из одного государства в другое и италии принадлежала и кет там потом короче говоря франции в общем здесь эти земли они вот так вот переходили и из одних рук в другие и дальше какой-то король кому-то в общем на свадьбу короче говоря этот город подарил здесь в италии в европе вот так все мешалось перемешивалась города вот так вот дарили как бутылку кока-колы на свадьбу бутылку вина и все у них в средние века вообще здесь просто было до средних веков вообще здесь варвары и вообще здесь бесчинство вообще страшные были это сейчас европа такая вся ой вы что там напали туда напали сюда а здесь что творилось вообще страшные страшное дело здесь была инквизиция и в общем очень много страшных конечно же здесь событий происходило поэтому что еще асти есть сорт такой либо вина либо винограда мартини асти то есть вины дом мартини асти вообще в том числе производят асти это вино делается из белого мускатного винограда который произрастает здесь в асти еще в рядом в юмонте еще в какой-то части и есть сертификация то есть это вино должно быть сертифицировано если это действительно асти то оно будет маркировку иметь ди оси или ди оси джи под эти буквы вот означает что это настоящая асти а чё они асти в честь города назвали этот или это вино или чё виноград это видимо да потому что здесь впервые начали такой сорт выращивать и такое вино производить ди оси или ди о джи и оси это под контролем было именно контролировалась именно вино что она соответствует стандартам асти и требования одессе ди оси джи это еще плюс ко всему контролировалась еще и гарантия то что это типа гарантия до ди оси это просто контролировали а ди оси джи это еще и гарантируют город или региона асти я не знаю что здесь в общем мы сейчас доедем до центра если ничего интересного не увидим поедем дальше не знаю кукурузу вижу выращивают там еще чё-то виноград наверно где-то на полях я думаю все таки здесь больше речь идет про регион не про не про именно этот город а именно про регион потому что город обычный просто город вот три километра осталось ехать до центра я думал может быть хотя бы здесь не будет иммигрантов и вот все равно они идут куда-то бродят ходят наверное в италии они повсюду но по крайней мере вот в таких вот городах особенно которые в центре находятся здесь вы хотя бы сможете окунуться вот еще пожалуйста сможете окунуться хотя бы какие-то традиции может быть какие-то самобытные города вот сами по себе вот здесь вот парковка вот такая она может быть ночью бесплатно и вот они вот могут приехать на велосипедах под утро на вот такие вот парковочки и смотреть кто там у кого чё на сиденье лежит кто чё оставил и особенно они любят вот автодома потом вот всякие вот разные такие вены потому что они понимают что там что-то может быть спрятано и они на ночь некоторые люди что-то оставляют особенно туристы и конечно же жулики этим пользуются поэтому вот старайтесь на таких места на таких стоянках не бросать машины а если куда-то уходите лучше всего это мне еще во франции я встретил человека из россии во франции он мне сказал не оставь не оставляй машины по возможности вот на таких вот открытых местах желательно где-то либо на подземных парковках либо прямо где есть человек который караулит и в общем этим занимается вот она площадь есть площадь старые 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 старая архитектура ну миленько так ну я не знаю я бы наверно специально сюда не поехал мы только что проехали милан по пьесной дороге навигация нас ведет вот по таким дорогам в основном по автострадам вроде бы как не платные а 35 мы едем ничего не платим не знаю как так получается наверное потому что мы где-то съезжаем где-то заезжаем опять где вот эти пункты пропуска и в общем возле милана очень много таких мест очень много дорог широких и ни на одном светофоне мы там вообще не стояли проехали наверно милан если не самый крупный то по крайней мере 2 2 по величине город в италии в общем никаких пробок ничего так вот и все но сегодня еще выходной день воскресенье кстати воскресенье 80 или 70 процентов не работает ничего в европе супермаркеты закрываются кафе рестораны тоже многие закрываются особенно если это не туристические места какие-то просто обычные какие-то места тоже все закрыто и италия не исключение у них здесь тоже кстати есть съезд особенно в южных регионах они прекращают на обед закрываются и в общем воскресенье лучше запасаться заранее продуктами или там что вам может понадобиться нам еще ехать два часа до озера кома но я думаю мы сейчас не всю дорогу будем по этой трассе ехать видимо она нас где-то свезет ста вот она нас через километр спускает мы мы в принципе можем ехать по этой трассе а 35 но я думаю нет пока еще смысла доедем до озера там посмотрим если на озере не останемся то в оплатной дороге потом поедем в венецию дальше а вот через по моему 2000 метров как раз въезд будет но пункт пропуска будет но мы нормально километров 30 мужа вот так проехали только после милана мы опять едем по магистрали наверное где-то половина пути навигация нас выводят платную вот эту дорогу магистрали и мы по ней бесплатно едем я не знаю если вы едете по ней всегда платите может быть вы тоже не платите но в общем мы едем бесплатно и примерно по времени это тоже самое получается с левой стороны у нас здесь начались уже альпы прям уже очень хорошо их видно и они здесь все рядом озера вот эти вот альпийские италия итальянская альпийские и регион этот очень красивый на самом деле многие фильмы здесь снимали ну и вообще славится этот регион он и зимой и летом здесь популярные такие места легендарные издреве мы едем сейчас по региону ломбардия уже и нужно отметить что вот этот регион он дал название ну и дал название и вообще то есть деятельность вот эта ломбардная она была она пошла отсюда то есть здесь по моему с 15 или 16 века начали банки существовать существовать банки и раздавать ссуды короче ростовщики все они все отсюда пошли с этого региона и здесь это все зарождалось и поэтому современные ломбарды где люди берут одалживают деньги под залог чего-то они называются в честь этого региона ломбардия нам осталось ехать тут полчаса скоро мы приедем мы уже одно озеро проехали высокогорная глубокая она чуть поменьше и вот сейчас приедем ко второму но мы его не видели мой проект мы проехали она туда получается север не от милана сторону австрии так выглядит это озеро я почему-то думаю что ничего здесь интересного вообще нет потому что вода такая грязная и пахнет илом озером по в общем утки здесь на побережье конечно на лазурном на ривьере было намного чище вода я думаю мы здесь не будем задерживаться поедем в сторону венеции здесь возле берега прогулочная трасса такая зона и они сделали здесь некоторых местах даже снесли дома чтобы сделать людям вот такую вот прогулочную трассу то есть она вокруг всего озера входит ну и туда собственно идет дальше венеция я думаю мы сейчас по берегу прокатимся здесь проходит дорога прямо возле озера можно марковать свою машину за 2 евро в час и вот я думаю если туда поехать в горы вовнутрь сторону альп там будет красиво а здесь ну как бы вот так зелень все а здесь где то есть пляжи где-то в каких-то деревенках деревеньках быть клубы тоже есть но в целом это вот так все выглядит я думаю наверное специально я бы сюда не поехал бы вот мы сейчас по всей видимости как раз таки проезжаем самый крупный здесь город на этом озере и вроде бы вот здесь если я не ошибаюсь несли дома чтобы построить вот это вот набережной здесь променад это ну куда купаются люди вроде бы теплая вода но она очень грязная во первых грязная во вторых опять же очень много людей туристов много я думаю можно найти и более какие-то места такие уединенные потому что здесь вообще капец просто дискотеки рестораны бары я думаю мы поедем венец дальше отсюда мы сегодня провели ночь вот на такой вот стоянке рядом с кафешкой автогриль ресторан вот здесь тоже авто дома спали еще люди просто в машинах приезжали спали меня вот удивляет когда люди приезжают втроем там с ребенком и раскладывают в седане сиденья и ложатся и спят короче как они это умудряются делать ну хотя другие люди и в палатках спят вот автогриль это мост на тут на ту сторону и там тоже есть такая же стоянка то есть она в обе стороны работает здесь есть душ туалет есть заправка кафе но единственно цены на заправку и на кафе немного выше чем в других местах но зато очень много места где вы можете припарковаться и отдохнуть и поехать дальше потому что для водителя на самом деле очень важен отдых и нужно отдыхать вот заправка цены на ну здесь где-то на 20 процентов выше чем на обычной ну чем я заправлял там возле озера вот здесь еще есть парковка вот здесь вообще можно было под деревом прям встать я вчера еще смотрел на это место но в общем и так нормально поспали девять часов все мы едем в венецию потому что вчера уже было восемь часов вечера я понимал что туда нет смысла суваться отели там стоят от 200 от 300 евро минимум самые печерские отели самые такие стремные и поэтому ну туда нет смысла вы туда приезжаете на на пару часов паркуетесь сейчас будем искать парковку потому что даже на платных парковках сломают машины разбивают стекла я считаю отзывы сейчас буду искать место где припарковать машину я только что съехал с магистрали в общем там проезд получился около 9 евро здесь 1 евро 10 километров и мы почти 100 километров проехали и 10 евро в общем я заплатил чуть раньше съехал тут 16 километров остается до венеции мы проедем вот по таким вот маленьким дорожкам в общем ищем сейчас парковку и я вот наблюдаю тоже здесь во многих гостиницах приличных 4 звездочных у них есть гараж за отдельные деньги то есть вы можете в гараже там поставить видимо в италии у них здесь прям совсем сильно разве это вот это воровство и с машин тоже ворует поэтому этот момент будьте всегда осторожны не оставляйте машину даже если у вас есть сигнализация вряд ли она поможет потому что люди просто вскрывают машину берут то что им нужно и уходит машину естественно никто саму машину никто не трогает им нужно имущество которое осталось остается в машине и причем вообще лучше никакие сумки желательно не оставлять чтобы мы их не привлекать внимание людей потому что они сначала заглядывают я видел как они работают они в масках сначала заглядывают машину всматривают что-то если они что-то видят у них глаз уже набит они знают что им нужно они просто скрывают машину и причем у них методы разные там они особо церемониться не будут они могут стекло разбить там или еще что-то и вот именно про италию многие мне говорили и вот мы читаем сейчас даже на платных парковках люди оставили машину на двое суток заплатили 60 евро по 30 евро за ночь и им вскрыли машину разбили стекло особенно в венеции это развито потому что они понимают что люди едут в венецию и естественно они с собой стаскать это все не будут вещи оставляют машину идут на легкие гулять по венеции и плюс ко всему я думаю это тоже касается отелей которые не имеют какой-то закрытой территории или которые находятся где-то вот рядом с такими местами вполне возможно там тоже такое же может случиться в общем друзья мы сейчас прочитали про эти билетики оказывается машины вот эти которые печатают билетики аппараты они выдают эти билетики заранее то есть вы подъезжаете он уже торчит это не чужой билетик это нужно взять чтобы быстрее проехать и когда вы его берете открывается дверка вот сюда много поездов приходит со всех вокзалов европы и на самом деле здесь такая вообще транспортная система загружена возле венеции но исторически здесь венеция была крупнейшим портом вот мы тут периодически едем на магистрали заезжаем съезжаем несмотря на то что муж съехали давным-давно и здесь много вариантов здесь можно возле вокзала оставить на парковке машину можно оставить машину потом лодка какая-то довезет до венеции можно в саму венецию на заехать на по мосту короче говоря вариантов много на самом деле и поэтому выбирайте какой вам удобно но быть этим сейчас по мосту на машине заезжать будем в саму венецию здесь можно не доезжая этого моста оставить потом доехать на автобусе либо пешком дойти но здесь повсюду вот эти знаки скорее всего это здесь тоже работает зона нулевых выбросов и наверное лучше просто проехать по мосту подъезжаем к мосту вот здесь вот как раз эти остановки автобусные люди просто вот так вот на маши машины на прям на дороге бросают но это вообще не вариант вот здесь вот какая-то green park тоже есть она она заполнена уже несмотря на то что 9 часов утра там самолеты в аэропорт марка пола летят и в общем в самой венеции парковки в основной своей массе все рассчитаны на сутки то есть вы приезжаете оплатить 30 евро для того чтобы машина сутки простояла естественно нам смысла никакого нет парковать на сутки мы сейчас будем искать максимум на два на четыре часа и прогуляемся сделаем фоточки и короче свалим отсюда потому что мне прямо уже в удовольствие не доставляют здесь находиться вот в таких вот тесных пространство где аж атаж где едут все я обычно такие места не люблю просто все про эту венецию толпычат 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 типа она тонет она исчезнет я почему-то думаю что но не дадут они ей утонуть потому что современные технологии позволяют сделать так чтобы она не утонула короче вот собственно еще на этом берегу лучше начинается венеция то есть мы еще даже на мост не заехали уже написано туда и поезд оказывается хуану то там же вокзал есть люди там прям выходят на площади выходят мне сзади сигналит этот я еду вроде бы 70 куда ты хочешь разогнаться я не знаю там справа могу ехать или не могу но пусть обгоняет мне вот эти автобусники напоминают смотрите едет и сигналит здесь ограничение по скорости 70 я 72 еду он не сигналит я не знаю там можно ехать сзади справа или нет и в общем он мне сигналит хочет чтобы я его пропустил все едут 70 я еду 70 он еще хочет взлететь а может мне еще чем сделать кстати здесь еще этот есть который скорость меряет штучка вот поэтому я вот такие места не люблю потому что здесь люди сумасшедшие бешеные куда-то торопятся спешат автобусы я должен справа пропускать чё вообще за ерунда такая там у него двухэтажный автобус 100 человек внутри он еще куда-то торопится по мосту едет здесь электро электролинии всякие разные еще что-то он торопится куда-то спешит а вот здесь обгон кстати запрещен грузовиком об он запрещен вообще он ему запрещено если вот он едет он сейчас обгоняет машину там только что знак был ему запрещено обгонять легковые машины вот здесь информация по парковкам сан марка короче вот парковки ну написано что вроде поселенные это значит что есть места сейчас посмотрим ну вот мы собственно заехали в Венецию вот здесь все вот так выглядит и вот мы одновременно с этими торопыками приехали ну вот так собственно друзья выглядит парковка вроде бы камеры здесь есть вот не знаю припарковались но воняет мочой я думаю еще здесь воняет мочой из-за того что в этом в самой Венеции нет туалетов бесплатных но вернее они там есть но там надо знать где они и вообще в Венеции толком ничего нет здесь тарифы вот такие вот она называется сейчас скажу короче тарифы вот такие короче каждые два часа 7 евро стоит вот аппарат вот аппарат парк с андреа называется это когда заедете вам нужно будет объехать это здание вот оттуда мы заехали и нужно будет вот так вот заехать и вот сюда встать вот так она называется андреа паркинг но мы приехали в 10 часов мест много было свободных а еще вот сан марка есть гараж но по всей видимости в этом гараже во-первых парковка минимум на 5 часов 23 евро стоит и похоже это частная и там наверное ключи надо оставлять то есть они будут килишевать переставлять туда-сюда машины вот гараж сан марка напротив есть все мы на территории Венеции вот вот это сейчас территория по которой мы идем это болото было когда-то раньше и они забили сюда кучу свай миллионы свай сосновых и получается эти свои держат вот это все сейчас бетонные плиты все но я не знаю может быть здесь они уже как-то переделали и сейчас уже это все держится не на сваях а на чем-то бетонном ну как бы вот это собственно сейчас территория Венеции уже полицейских много здесь еще есть вот такая вот парковка тоже она платная но это такая парковка которая на улице вот здесь такие люди встречаются интересные ну я думаю мы за два часа сейчас уложимся и поедем дальше вот это все собственно дома которые были здесь построены отели здесь есть но вот эти отели я говорю они от 200 от 300 евро начинаются да вот эта парковка можно прям на ней припарковаться но я думаю это вообще не безопасно потому что здесь никакого видеонаблюдения ничего нет здесь как бы полицейские ходят но не знаю смотрите за своими сумками за своими рюкзаками потому что это вообще место где прям вообще излюбленное место карманника всяких разных вот автобусы которые сюда приезжают автобусный вокзал большой и там есть еще большой вокзал мы сейчас сразу на площадь сан-марко а я уже вижу каналы венецианские вот вот там в общем парковка и здесь вот через 200 метров вот аж эти гондолы собственно гондольщики гондольеры кстати вот эти гондольеры вот в этих моряческих как это называется тельняшка или как это короче они очень состоятельные люди здесь которые люди управляют гондолами гондольеры и вот эта гондола она может стоить около 30 40 тысяч евро и и делают вручную по специальной технологии по особой ее нельзя тебя вляп как бы сделать определенные стандарты существуют они все одного размера и все делаются вручную определенного цвета из определенного материала и поэтому они много стоят денег и те люди которые ими управляют они здесь очень состоятельные гондольерщицей гондольерша вот такие вот цены здесь в несколько раз выше цены где-то в три в четыре раза может быть даже больше на все поэтому если сюда приходите готовьтесь что здесь туалетов нет хотя вот вывеска туалеты так мы идем на площадь сан-марко куча людей куча туристов кипиш собаки кони люди все ну конечно вид завораживает вот в отель вот так вот люди приехали необычно конечно 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 необычное необычное зрелище вы оказываетесь в каком-то вообще непонятном месте здесь до лодках все куда-то едут все куда-то идут по мостикам какой-то водный мир до атмосфера конечно уникальная здесь куда нам идти первая точка давай 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 площадь на площадь идем сан-марко через мост вот кто-то здесь покупает журнальчики я правда не знаю кто а здесь вот еще можно покупать проездные всякие разные короче здесь много чего можно купить в этом почтовом газетном киоске и вот отели есть то есть мы сейчас с вами идем именно по территории которая была создана искусственно здесь была народность которая спасалась короче винеты которая спасалась от от варваров и в общем они лишь стали от них спасаться и решили себе на болотах построить землю сами то есть они взяли где-то миллион или два миллиона много миллионов короче деревьев забили их вылистый грунт и на этом илистом грунте на бетонных плитах построили вот себе дома площади здесь памятники церкви еще что-то и в свое время это была гигантская империя водная они здесь делали корабли здесь верь была судоходная и вплоть до того что они снабжали кораблями римлян рим и древний рим и крестоносцев снабжали то есть это была вообще величайшая империя в свое время у них а здесь свои деньги были они здесь себя в общем очень хорошо чувствовали могущественная была на самом деле империя венецианская ну и в какой-то момент конечно же эту лавочку прикрыли вот здесь видно что как бы ну потихонечку уходит потихонечку поднимается но это все можно можно сделать вот это здание его можно поднять там кратами то есть можно поднять и подставить снизу бетонные блоки либо еще что-то это все делается легко и просто любое здание вот сколько зданий стоит любое здание можно поднять перенести подложить что-то и так далее это все просто делается создается ажиотаж вот она утонет вы не успеете посмотреть короче нифига утонет и люди будут сюда как приезжали так и будут приезжать привозить сюда кучу денег сюда еще сейчас я сделали платный в эту венецию короче здесь делают туристический бизнес большой вот приехали китайцы их катают значит гандальер вот этот катает и они могут за час заплатить 100 200 евро ну какие-то не невероятные суммы за 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 аренду вот этой лодочки и еще плюс ко всему вот этот венецианский флот он имел привилегии то есть он под покровительством византийской империи ходил и он имел привилегии то есть он даже сопровождал многие корабли многие многие многих путешественников они как сопровождающие были то есть они имели очень очень большой авторитет и власти имели и короче очень крутыми были эти венецианцы здесь они еще здесь воевали друг с другом вот здесь генуа рядом ну и вообще вот эти республики пиза они тут все друг с другом воевали но венеция она была в свое время прям очень 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 крутой республикой и они очень много импортировали за счет того что они строили корабли они очень много импортировали и возили перевозили шелка золото туда-сюда то есть у них была возможность потому что у них были корабли на то время самые лучшие самые современные каком веке 12 веке уже страховали но вот они вот это все построили типа они говорят что поднимется уровень воды и типа это все затопит но на самом деле можно любой из вот этих зданий которые здесь стоит равномерно тысячу домкратами поднять и что-то подложить и под это здание и она будет также дальше здесь стоять поэтому пусть вам голову не морочат ничего здесь не утонет никогда люди которые здесь живут у каждого своя кнопочка все чистенько вылезано вычищена очень много мостов вот таких вот через каналы здесь есть гранд-канал основной большой канал а есть каналы которые ну прилегающие вот так вот и сообщение через эти все каналы идет ну либо на гондолах либо на каких-то катерах лодках вот конечно здесь она как бы все ну видно что на воде стоит все эти каналы но эти каналы можно перекрывать можно осушать и можно можно строить здесь деятельность можно вести то есть здесь чтобы вы понимали недвижимость чем выше этаж до до миллиона то да там до 10 миллионов евро может стоить квартира в одном здании и вы думаете они дадут этому утонуть нет конечно же поэтому не утонет венеция можете не переживать я вам это могу с уверенностью заявить даже если уровень мирового океана поднимется все равно если будет необходимо сейчас инженерные эти позволяют строить как все вычищена каждая кнопочка в общем упадок наступил после 15 века потому что они не смогли конкурировать с португалии англии из-за того что открытия новые происходили америку открыли и в общем они с этим конкуренцию не выдержали и но в это время венеция уже был отстроен вот такой красивый город мощный и здесь прям процветало все искусство и азартные игры и проституция процветало поэтому она такая популярная стала это единица они не горевали от того что они утратили мощь они просто наслаждались строили а потом наполеон случился случился наполеон что случилось наполеон случился постучался в дверь а вот это вот бочки это в этих бочках в свое время то есть вода как бы ездить повсюду нового то соленая и поэтому вот в эти бочки но они каменные туда собиралась дождевая вода с крыш или откуда и вот собственно люди пили воду с вот с вот этот с вот этих вот колодцев то есть он туда вниз не проходит он просто чашка такая из бетона ну из камня выточена и оттуда люди воду пили потому что не было другой возможности никакого здесь водопровода нет канализации никакой нет все впускается в каналы поэтому здесь бывает время когда вода уходит и вот это вот все то что люди покакали это все короче говоря начиная здесь пахнуть одна из церквей вход стоит 2 евро хотите войти пойти 2 евро платить мы зайти не хотим конечно же просто фотокарточку сделаем еще вот церковь вообще я не перестаю удивляться какой здесь делают европе бизнес на церквях и какая великая власть у папы римского на самом деле он вообще все вопросы может решать и по всей европе можно сказать любые вопросы и здесь чё и я вот прям не перестаю этому удивляться со времен инквизиции что это такое 10 евро стоит чуть здесь происходит 10 евро стоит вот но мы здесь так все видно музей какой-то и так можно все поглядеть там оказывается фреска какая-то известная находится в этом музее или что это вообще не знаю распятие христа но она сейчас на реконструкции ее посмотреть нельзя но все на вход платный даже несмотря на то что посмотреть нельзя ну венеция да это конечно такое уникальное место самобытное очень-очень великое свое время а сейчас она не у него гасла так можно сказать и до сих пор привлекает и туристов и всех этот ну одно из самых одно из уникальных таких мест в европе где несмотря на то что прошло время все равно люди сюда едут из так как исторически ехали так и до сих пор едут несмотря на то что это все на болотах построено на каких-то балках и что это все шатко и все но люди хотят приехать потому что понимают что якобы это все разрушится но на самом деле если есть что-то какое-то основание это можно укреплять поддерживать если она стояла тысячи лет или две тысячи лет она также и простоит еще тысячу лет если надо будет или 10 тысяч лет и со временем и со временем с каждым годом технологии строительства будут совершенствоваться и с каждым годом это будет все удерживать легче и легче поэтому я не буду уставать повторять что здесь ничего не утонет и вот сейчас даже где мы идем даже это все можно поднять приподнять укрепить и поэтому ничего не случится никуда ваша венеция не денется потому что это такой трюк маркетинговый людям говорят вот типа успейте уезжает поезд уходящего уходящий поезд надо успеть запрыгнуть вот еще один колодец он тоже закрыт то есть раньше вот этих железных штучек не было а хотя может быть они были но короче она закрыта и вот раньше люди отсюда воду пили вход домой кому-то и прям подходит лодка и они уже якобы сюда не могут зайти ну по крайней мере через эту дверь там есть рукой вход и наверное отсюда вот они прям водку могут сесть и поехали там рыбы целая куча рыб просто бесконечное количество и туристов а еще друзья из-за того что здесь улочки очень близко друг другу находятся из-за того что они узкие и ну вот все улочки они вот так google может не понимать на самом деле деле где вы находитесь потому что спутники находятся очень высоко очень далеко и и они не понимают где вы и поэтому здесь лучше не ориентироваться по навигации а идти именно не знаю как по указателям наверное вот здесь указатели везде и вон там тоже указатели так вы точно не заблудитесь потому что венеция это такой лабиринт большой и нужно понимать куда вы идете зачем вы туда идете почему вы туда идете да можно это как бы все приподнять при желании здесь еще есть дамба очень большая которая именно регулирует потоки воды и если то есть они ее открывают вода как бы сюда не поступает поэтому еще можно дамбами то есть перекрывать воду и вода сюда не попадет ну пока идут сюда люди пока здесь есть кипиш и ажиотаж пока это все привлекает туристов вот это вот кстати бокалы из муранского стекла здесь есть остров мурана они делают нам вот такое вот стекло красивое пока идут сюда туристы идет поток людей они это не дадут этому утонуть мы пришли на какую-то площадь здесь есть площадь сан пола здесь есть вот такие фонтанчики поэтому без воды в принципе никто не останется воду всегда можно попить но с туалетами здесь очень тяжело в ресторан могут не пустить если вы не являетесь гостям ресторана и туалетов здесь не так уж и много ближе к обеду здесь начинается кипиш очереди в рестораны очереди кофе попить вот вот так вот купят кофе и сидят три часа потом а другие три часа стоят рядом ждут пока они кофе попьют в европе любят стоять в очередях любят вот эти вот ажиотажи создавать у нас сразу будет кипиш если только где-то что-то очередь сразу люди без очереди одни полезут другие будут орать почему вы без очереди полезны а здесь они прям любят очередь я заметил ну и вот здание если она только чуть не работает сразу и зарисовано все исписано а здесь вот собственно живут люди живут люди так выглядывают узкая очень улочка они здесь открыли магазины все набиваются здесь как селедки в бочку все изрисовано это говорит о том что здесь беспредельщик существует тоже определенный и что полиция не может справиться со всеми вот этими беспорядками вот друзья простой пример посмотрите какая высокая башня она весит сотни тонн но десятки тонн точно и вот она стоит давит и ничего страшного это еще также можно сюда еще дополнительно распределить нагрузку и площадь поднять можно и все дома можно поднять ничего страшного дополнительный вес прибавить можно а здесь еще в венеции нельзя сидеть то есть нельзя нигде задерживаться останавливаться есть нельзя стоять нельзя вот вы просто идете и типа нельзя давить здесь ходить на грунт нигде нужно быстро проходить если куда-то пришли нигде задерживаться нельзя особенно на каких-то таких площадях где люди европейцы любят посидеть на ступеньках здесь ничего такого нельзя делать ну и запах тут мягко говоря вот они сейчас присели и запросто могут выгнать здесь какая-то стоянка целая куча этих гондол гондола ну видимо здесь можно прийти и собственно зафрахтовать арендовать эту гондолу а еще можно вот на таких ездить гондолах уже современных покупаете 7 евро стоит в одну сторону билет либо там 20 или 30 евро на целые сутки можно это все купить пропуск себе и они вот таких вот плавучих отправляются станций кстати при желании можно сделать так что вся венеция вообще будет плавать даже то что она будет находиться на воде и будет плавать а вот собственно вот этот мост и вот посмотрите ожидание реальность сколько людей хотят попасть туда на этот мост сколько здесь ресторанов сколько здесь вообще кипиша вот таких вот пирсиков тропиночек отправляются гондолы ну и вот вот эти палки они эти палки здесь как ограничители и каждая палка пронумеровано они видимо как-то по-особому называются и вон там этот мост раз мы туда пойдем но там очень много метель это большой канал гран-канал гран-канал и вот этот мост реалка называется в честь этого острова который он соединяет это реалка где-то началось поселение еще есть мой базарчик тоже реалка называется реалка тоже все реалка все здесь на этих лодках все здесь нет машин нет мопедов нет велосипедов либо вы здесь пешком либо на лодках даже на скутерах нельзя и соответственно вся инфраструктура обеспечивается все тоже лодками так это какие-то рестораны старый здесь устрицы можно кушать по-моему 3 евро каждая устрица стоит все хорошо но ажиотаж ажиотаж кипиш много людей и мне вот это не нравится что сюда очень много людей приезжает суетятся бегут куда-то вот это мне не очень нравится я не люблю когда много людей на самом деле мост вот этот он намного больше чем кажется он широкий в ширину наверное где-то 20 метров и туда метров наверно 50 очень массивный такой ну конечно когда они были империи они могли себе это все позволить и любой каприз здесь можно было осуществить вон сколько людей кстати зимой не нисколько не меньше ни на сколько и вот поэтому я не люблю такие места потому что слишком много людей какие-то кроссовки футбольные продают еще какую-то ерунду маскарадные костюмы вот приехать венеции чтобы купить кроссовки до футбольные золото бижутерию какую-то магнитики повязочки это одно из самых проходимых мест вообще венец и и они устроили бархалку здесь базар вокзал ну вот пожалуйста гранд-канал здесь где-то есть магазин супермаркет в который можно записаться но мы в него записаться не смогли потому что там overbooking очень много желающих посетить и можно на смотровую площадку подняться на крышу бесплатно 20 дней нужно ждать за месяц записываться заранее вот друзья гранд-канал и вот количество людей которые здесь хотят сфотографироваться на этом мосту как будто медом намазано очень много туристов все сюда лезут прям без остановки и вот столько здесь отелей на каждом шагу отели 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 до 1000 евро 500 700 евро может одна комната стоит просто вот здание какое-то такое старое там особо даже никаких нет этих удобств очень много людей очень много людей и душно из-за того что еще выше высокая влажность никак ничего не продувается виды ходят ведут экскурсии на разных языках в том числе и на русском можно подойти послушать каждая гондола про нормирована они прям все в идеальном состоянии с там с креслами с диванчиками здесь есть место где вы можете перейти гранд-канал на этой гондоле за 2 евро но там очень быстро и по сути люди даже не успевают понять что происходит а вот это вот станция на которой путешествует здесь около 120 островов и вот эти вот речные трамвайчики они возят людей по этим островам но самое основное это мурана-бурана и вот сейчас где мы хотим ну я думаю достаточно прийти погулять здесь чтобы уже понять что там будет происходить на тех островах торчелла чем популярны и все люди которые сюда приезжают туристы они все с чемоданами потому что по всей видимости в чемоданы в отеле нельзя оставить или если даже делаете чекин чека вот все вручную нужно а вот это такие современные более лодки такси и они уже с фарами с фонарями это значит о том что они ездят здесь ходят по этим каналам и зимой и летом и днем и ночью и в общем когда угодно но не знаю атмосфера такая сжатая зажатая какая-то напряженная чувствуется не знаю наверно все таки есть категория людей которым допустим нравится венеция и и которым она не нравится наверно равнодушным здесь никто не останется есть какие-то такие впечатления вау но вот допустим вот эти граффити на стенах они все портят это говорит о том что здесь существует какой-то беспредел доля какого-то беспредела и не очень чувствуется комфортно здесь вот допустим как в андорре мы были или как монако мы были там совсем другая атмосфера кстати в италии тоже есть сан как называется сан-рэма или как это газ сан-рэма тоже карликов сан-марина карликова государства но мы туда уже наверное не поедем купальники можно купить и сразу в гранд-канале искупаться пойти вот они из ремонтируют здесь здание и это говорит о том что люди вкладывают деньги и естественно местные жители понимают большие деньги вкладывают бизнесмены и то есть они понимают что естественно не дадут этим зданием как бы утонуть ну уйти под воду то есть какой-то момент когда начнется уже подыматься они будут постепенно постепенно она же не сразу начнет затапливаться те районы которые начнут затапливаться они их постепенно начнут поднимать вот эти вот зоны пешеходные тоже начнут поднимать и все это здесь даже можно сделать такие устройства то здесь будет вода как бы на камнях а сделать из стали какой-то специально или еще из чего-то и ходить поэтому а дома можно поднять все они еще эти гондольеры здесь насвистывают что-то но вот один гондольер может в день зарабатывать где-то две-три тысячи евро в зависимости от того сколько у него будет туристов соответственно месяц это около 100 тысяч ну конечно там есть определенные расходы расходы которые он понес на то чтобы заплатить за эту гондолу за обучение а вот здесь есть маски 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 есть которых чумные бектора ходили здесь нет венеции но и наверное в других тоже городах италии они берут деньги за то что они накрывают на стол для вас то есть вот накрылись катер поставили сервировка стола они помимо того что они за обслуживание берут деньги еще за сервировку берут вот супермаркет и соответственно то есть тут вы приходите вам надо во первых штать во вторых тут соответственно могут продукты быть не свежие потому что логистика здесь хромает и и вы должны еще заплатить за сервировку будет за обслуживание еще заплатить вот мы приближаемся к площади сан-марко называется она сан-марко собор сан-марко все это в честь покровителя венеции святого марка это получается раньше вот во многих городах так случалось если в берегам города прибивалась лодка например там умер человек в лодке это какой-то был священник или еще что-то то считалось что это покровитель города становится и когда у города покровитель это уже он имел в этой католической церкви то есть только римский там уже объявлял это город он другой статус приобретал и вот этот сан-марко здесь мощь его хранятся его же убили и с петухом его отправили на лодке но это во многих городах так было что если прибилась лодка что все это вот покровитель города это про ну вот знак свыше это в общем это большое значение его мощи и вот собственно рестораны то есть вот они поставили стулья они как бы возьмут за это деньги и в некоторых ресторанах даже два меню есть если вы кушаете возле бара допустим вы платите меньше гораздо чем те люди которые на стульчиках сидят на площади но в европе любят это очень сильно поэтому они не могут наверное от этого отказаться вот тоже башня она очень тяжелая не знаю сколько тысяч тонн она весит но каждый квадратный кубический метр метр на метр бетона весит три тонны 3000 килограмм и соответственно вот можете взять высоту туда наверх сколько может быть метров 30 и ширину но здесь можно посчитать но сотни тонн она весит давит на площадь давить на болото на грунт ничего страшного никуда не уходит и вот эти все соборы тоже все они здесь реставрируют ремонтируют не утонет венеция друзья я вам заявляю официально по-моему каждый час здесь пьет колокол вот такая конструкция автоматическая это собор до сан марка а туда еще можно экскурсию взять на эту башню несмотря на то что она не ровно стоит или мне так кажется что она не ровно стоит туда можно взять экскурсию и вот собственно посмотреть обзорную экскурсию посмотреть на венецию с высоты этой башни собор покровителя города ну покровителя венеции сан марка но нужно отметить что он конечно красиво очень расписан может быть его даже микеланджерло расписывал как кистинскую капель капелли капеллу кстати здесь вот на острове бурана еще вот 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 такие вышиванки делают гипюр очень красиво но они реконструируют это но все расписано прям очень красиво смотрите здесь очередь я не знаю она или отсюда начинается или оттуда но не знаю здесь сотни людей стоят чтобы попасть в этот собор туда в платный вход я не знаю что движет этими людьми всеми почему они хотят туда зайти тут нужно проходить security контроль и ну десятки евро евро а подождите нет 3 евро всего лишь стоит ход но дело не в этом дело в том что вы должны стоять вот так вот на жаре на душной в очереди чтобы туда пройти и эта очередь начинается вон туда за сотни метров чайка летает вот дождь дом дождь это были правители венецы которые здесь призрали и здесь проводились заседания а также судебные процессы и вот этот мост вздохов он соединяет этот дом с тюрьмой поэтому его называли мостом вздохов потому что люди которые осужденные шли по этому мосту они вздыхали потому что они больше не увидят венец ее прекрасную высоту а чё тюрьма прям здесь а чё они на отдельном острове они же они же фасилии больных и на другой остров в тюрьму нет а сюда чтобы зайти наверное надо оттуда зайти а здесь собственно выход по всей видимости либо может быть даже можно отсюда зайти ну-ка спроси спроси у дяденьки всемирно известный композитор вебальди он был родом от венец и он здесь был и творил великолепную музыку скрипача а еще кто? вот времена года например это вебальди и великий вот этот вот шторм который на скрипках людей сейчас в современном обработке этого тоже да вот она очередь собственно мы сколько идем уже здесь я не знаю она до сих пор длится и вообще она не двигается даже с места не сдвигается люди хотят туда попасть вовнутрь не знаю почему но я вообще не горю желанием туда стремиться один только вход через security турникет и много выходов а сюда по моему можно зайти это Марко Поло был родом из Венеции Марко Поло? Марко Поло великий путешественник тоже был родом из Венеции поэтому аэропорт назвали в его честь а вот здесь уже собственно заканчивается вот эта вот часть основного острова который самый главный здесь основной ну и отсюда вот можно увидеть всякие разные другие острова как здесь лодки ходят базар-вокзал можно отсюда увидеть вот это вот специальные палки столбы они за них завязываются и вот есть которые освещаются тоже из муранского стекла сделаны вот здесь ступеньки лестница и все вода уже ну вода на самом деле достаточно далеко находится от площади а вот собственно мост вздохов а это тюрьма причем решетки на окнах прям такие массивные вот написано что где-то есть туалет да туда можно прям зайти в это здание тюрьмы не знаю куда мы идем а здесь в этом здании на третьем этаже тоже вот такая выставка по моему тайваньская выставка и на самом деле таких городов как венеция они есть китае в тайване ну и где-то в азии еще и ну это как бы не только здесь но венеция она почему-то такая популярная раскручена а на самом деле таких городов много поэтому вот в здании тюрьмы они решили сделать выставку в бывшем здании а вот маска в которой собственно ходил чумный доктор и кого-то там типа лечил якобы думал что типа я ну его эта маска спасет от чумы но на самом деле конечно же она его не спасала и и вылечить он там тоже особо никого не мог а вот собственно и бокалы фушеры из муранского стекла часы есть конечно некоторые красивые изделия но вы должны понимать что если вы это купите как вы это потом повезете чтобы не разбить еще здесь мутная вода такая не очень радует глаз и понятно что конечно сюда приезжают фотографироваться очень раскрученное место но не знаю по мне так и венеция какой-то такой тяжелый город в плане атмосферы а вот цены собственно на квартиры по 200 по 300 тысяч здесь есть квартиры сто сто семь сто пятьдесят квадратных метров ну цены не такие высокие на самом деле и я думаю в аренду тоже здесь можно снять не так много как они заявляют цены за отели вот со 140 тысяч так 35 квадратных метров отели здесь мне кажется необоснованно много стоят наверно потому что сейчас сезон и в европе нужно все бронировать заранее даже вы если забронируете за один день или утром то будет цена как правило ниши я вот что-то отель какой-то бронирую и потом сразу цена после моего бронирования увеличивается а еще друзья удивительно то что здесь у них есть полиция водная которая вот он подъезжает светофору к повороту и сигналит потому что лодка не может очень быстро остановиться немедленно и экстренно и он должен посигналить два раза что он едет и здесь есть полиция на катерах у которой есть радары если лодочник нарушает скорость определенную здесь штрафы несколько тысяч евро все очень много и соответственно местные жители ну получается не могут иметь лодки себе потому что рядом с домами с этими каналами никак их не припарковать это где-то надо в гавани их парковать швартовать и собственно оттуда потом как-то двигаться ну не знаю как-то зажато все это вот на островах всегда так а здесь еще остров который еще и тесный и который еще и тонет с каналами вот здесь некоторых местах мосты проходят прямо по краю здания то есть здание держат уже мосты которые вот люди сделали железные такие современные а вот это вот столбы это как раз вот разметка такая дорог и по этой разметке двигаются люди передвигаются на лодках вот это лодочная станция еще одна и по всей видимости туда как бы ну нельзя наверное выезжать только можно вот в пределах этих столбов есть нельзя поехать туда куда вы хотите короче а там вот напротив по моему мост кладбища остров кладбища по крайней мере похоже и вот эти вот все стойки они все работают на солнечной энергии то есть они за день заряжаются от солнца а потом всю ночь светят и вся венеция получается вот на таких палках стоит друзья очередное мое удивление это вот я сколько иду думал только там в одном месте они так сделали они оказывается повсюду взяли арматуру и просто арматуру друг другу шестнадцатую согнули вот так вот и сделали из этой арматуры вот такой сплошной забор это вообще мега нерациональное использование арматуры она у них наверное валялась здесь они не знали что с ней сделать и просто взяли вот так с нее забор сделали а вот этот мост это лишнее подтверждение того что ну как бы венеция не утонет никогда даже если уровень воды будет подниматься они будут делать какие-то сооружения из стальных конструкций либо еще из чего-то и люди будут вот так ходить конечно стратегически важные всякие объекты они поднимут выше над уровнем а то что какое-то такое бестолковое бесполезно они просто сделают вокруг мосты ну и все вот такие здесь чайки борзые оборзевшие вообще не боятся людей дерзкие греют батареи в в венеция потихонечку начинает напрягать эти узкие улочки толпы туристов сжатые пространства вы можете по определенным дорожкам только пройти потому что не везде есть проход через эти каналы и каналов здесь очень много и в общем поэтому кстати я и не люблю островную островной отдых потому что это исключает какую-то мобильность и в общем двух часов по мне так это вообще вполне достаточно здесь провести час полтора прийти дойти до площади дойти до до моста еще до чего-то вот это все увидеть и в принципе все я думаю этого достаточно остальное время здесь проведено это мне кажется будет лишним потому что в ресторан вы можете сходить также в любом другом городе в италии где нет таких парковок по стоимости высоких где нет таких вот пространств она еще вся эта венеция как лабиринт то есть здесь не так просто одни улицы уходят туда-сюда потом могут закончиться тупиком и приходится возвращаться назад там моста нет и мусорных баков тоже нет поэтому пакеты с какашками от собак тоже валяются повсюду мусор везде валяется туалетов нет в общем не такая уж венеция на самом деле и романтичная как может показаться это да раскрученное место все но по мне это город тяжелый такой душный и не совсем понятный может быть конечно люди которые готовятся сюда приехать они как бы все знают им не надо там машину парковать думать о том что там вскроет не вскроет эту машину потому что здесь на каждом на каждой твери на каждом окне везде стоят решетки то есть это говорит о том что здесь преступность и вот в некоторых местах даже по двери решетки стоят и ну то есть люди опасаются опасаются не просто так друзья я не знаю может быть я конечно чего-то не понимаю но это просто какой-то капец блин здесь вообще на площади даже пройти невозможно просто дурдом какой-то творится здесь они вообще все сочетают в этом городе большое количество людей мегаполис острова еще плюс ко всему между этими островами еще и про эти как сказать проливы каналы и в общем все что в этом городе вообще есть я все не люблю если бы я знал что здесь будет такое творится я бы точно сюда не приехал бы а вообще специально я бы точно никогда не поехал просто мы мимо проезжаем поэтому я решил сюда заехать и я уже хочу выйти отсюда а выйти отсюда просто так не получится нужно пробиваться через толпы людей как и все еще движение такое хаотичное по узким улочкам мы утром заехали еще не так было а сейчас просто у нас наверно на барахолке в алмате не так много людей еще и с собаками с чемоданами кого здесь только нет вот она ваше ожидание реальность сюда наверно либо рано утром либо поздно вечером надо приходить а лучше вообще здесь нечего делать думаю что венеция это такое место которое направлено максимально на то чтобы получить ваши деньги и минимально на то чтобы предоставить вам какой-то качественный сервис в ответ самого начала как вы сюда заезжаете самого начала вы платите целую кучу денег за парковку потом вы сюда приходите вас здесь окружают магазины и рестораны бутики вообще все что угодно но нет абсолютно никакого сервиса для людей ни уборных не туалетов ни каких-то более мест нормально чтобы можно было как-то пройти перейти и он создан максимально чтобы вы здесь как-то запутались потерялись вот он гранд-канал гигантский и чтобы вам перейти с одного берега на другой вы должны именно вот на этот мост прийти и только там вы сможете перейти и пока вы будете тут ходить бродить вы будете кучу денег тратить будете уставать будете хотеть отдохнуть где-то присесть в ресторан куда-то сходить потом впоследствии платить за парковку и так далее а по сути делать здесь нечего здесь просто толпы вот эти туристов бесконечные на любых улицах причем на всех и они никак не заканчиваются и все конечно если вы не были никогда в европе в каких-то европейских городов то да может быть вам будет здесь интересно но если вы покатались по европе прилично то приехав в венецию не знаю но мне по крайней мере это место вообще только негативные какие-то эмоции вызывают у меня очень редко такое бывает я вообще достаточно толерантен ко всему но вот просто что здесь творится вы можете сами увидеть причем люди все куда-то торопятся спешат хотят быстро успеть чемоданами сумками с узлами прибавьте к этому еще жару душноту вот это все и способность передвигаться нормально то есть вы не можете быть вы должны по узким вот таким вот бутылочным горлышком как-то проходить пока там все она фотографируется и так далее и поэтому здесь часами нужно гулять а еще и сидеть нельзя вот они сидят а это как бы незаконно должны постоянно куда-то идти и создавать рейтинг городов которых вы определенные какие-то свои на тратите ресурсы время свое и и тратить и какие-то свои деньги в общем тратите как какие-то свои ресурсы деньги свое время тратите и взамен получаете какие-то эмоции или какие-то удивления или еще что-то какие-то позитивные эмоции то наверное венеция это будет номер один или вообще самое последнее в списке потому что здесь абсолютно все как-то настроено наверно против людей против туристов здесь минимальное количество таких вот мостов и очень много улиц то есть улицы все идут идут потом заканчиваются тупиком потом вам надо обратно возвращаться искать и здесь есть этот мост google навигация нормально не работает и в итоге вы тратите здесь кучу времени ходите туда-сюда обратно и короче говоря а вон там тупик в общем ходите туда-сюда обратно одно и то же одни и те же каналы одни и те же дома одни и те же туристы с фотоаппаратами и просто никакого удовольствия от путешествия нет вот мы сейчас идем ну так а там тупик да а здесь не тупик здесь просто проход в котором невозможно пройти практически друзья мы наконец-то оказались на суше вот это венеция собственно остается у нас за спиной наконец-то и вот здесь машины дороги уже нормальные свободно я могу передвигаться без этих мостов но там будет еще один мост автомобильный я сейчас туда поедем мы и я уже то потом точно вздохну с облегчением потому что ну сложно найти более такое запутанное место и полностью еще рассчитанное на туристов на то чтобы здесь кому-то что-то продавать какие-то услуги оказывать какие-то рестораны еще что-то все это вот так в куче никакого абсолютно сервиса и они вот этими мостами специально делают направляют потоки чтобы люди шли по тем или иным улицам поэтому здесь тоже не все так просто а по-другому вы не можете канал вы не можете перепрыгнуть и так далее вот она собственно это парковка самое главное самос основное здание парковки и здесь же и поезда сюда приходят и все здесь билеты можно купить но я вам честно скажу лично я вот вам вообще крайне не рекомендую это место для посещения потому что здесь за те деньги которые вы платите вообще практически ничего не получаете ну и не то чтобы деньги жалко просто время целый день мы бы лучше куда-то в другое место поехали вот здесь написано что нельзя загорать голубей нельзя кормить с мостов прыгать нельзя и собственно наша парковка уже забито все то есть в обед если вы сюда приедете вы будете искать еще и плюс ко всему место для парковки и будете толкаться в этих очередях и вообще какой в этом во всем смысл ну я не знаю вот такая вот друзья здесь очередь в часть дня с моста начинается и там четыре или пять полицейских на уже на кольце они помогают якобы разъехаться но на самом деле здесь просто все забито на выезд тоже пробка еще здесь монорельсовый какой-то трамвайчик который не может никак объехать там полицейская машина все перекрыла ну вот судя по всему вот на этих поездах приезжают люди основные туристы там велосипеды на них даже возить можно я честно говоря никогда не я честно говоря никогда не был рад так уехать откуда-то как из венеции пробка была из-за того что там велосипедиста наехали и машина уехала или я не знаю кто даже наехал в общем они короче скрылись там был велосипедист стоит что-то вот у них здесь есть специальные маршрутчике маршрутики слева для велосипедов а он решил прям по дороге поехать да и потом на поезде можно было велосипед перевезти но дело не в этом дело в том что максимально вообще неприятное место венеция я может быть что-то не понимаю или может быть мы чего-то там не заметили или может быть что-то мы неправильно сделали мы минимальное в принципе и количество денег здесь потратили всего лишь 14 евро на парковку но мне даже не то чтобы эти 14 евро жалко мне просто жалко то что мы здесь полдня потратили мы утром приехали все как положено припарковались я думал вообще честно говоря мы за два часа успеем но когда уже у меня два часа заканчивалось начало заканчиваться я понял что мы просто по этим узким улочкам и по этим мостам просто мы не успеем найти назад дорогу и в общем в итоге мы четыре часа проходили и особо ничего за это вообще не получили вот мы гуляли в монако тоже заплатили там 7 евро но они еще здесь хитро так сделали то есть есть продаться идет по два часа если вы за два часа не успели вы должны 4 часа находиться это еще на этой парковке где было место а есть еще парковки которые на сутки вам только сдают вот вы приехали вам надо здесь два часа находиться а вам на сутки продают билет естественно вы начинаете туда сюда ехать вот этот общественный транспорт здесь тоже очень больших денег стоит поэтому ну не знаю удовольствие сомнительно это венеция я никому не рекомендую я очень редко не рекомендую какие-то города и пожалуй вот это венеция это один из этих городов друзья новый гелен тоже в венецию ездил по всей видимости это электрический гелен потому что там трубы не было и он так тихо проехал без звука обычно он вот так проезжает а этот без звука проехал тихо скорее всего это электрический гелен они сделали тестируют сейчас австрийские номера в общем скорее всего это электрический гелен тихо едет все кузов все такое же а трубы выхлопной нету и звука такого тоже нет не знаю кто покупает эти машины вообще бестолковая такая машина но может когда она электрическая стала может еще какой-то польза хоть и будет от нее я не знаю почему но я вот уже второй раз уезжаю из Италии и уже второй раз я уезжаю из Италии с удовольствием я не знаю почему мне это так здесь повсюду виноградники есть сведения что в Италии и в Испании оказывается производят больше всего вина вообще в мире вот в этих двух странах и вообще конечно Италия это тоже такая же как и Франция страна ну исторически трудовлюбивые люди но вот эти вот иммигранты я не знаю честно говоря откуда они берутся они здесь все портят и вот мы даже сейчас по Венеции шли ну выбирались вернее из этих джунглей из этого человейника и я там краем уха слышал что вот говорят что типа надо сумки держать то что типа в Италии много воришек прям вот повсюду это говорят повсюду это пишут и вот мне интересно почему вот власти как бы ну с этим не борются это же можно все легко искоренить на самом деле это же все как то это ну ну есть такие изведения что некоторые страны некоторые города в стране они даже до сих пор контролируются мафией вот в Неаполе там тоже все что касается там сбора мусора там тоже все это мафии контролируется если им что то не нравится они просто берут бастуют и поэтому там грязь ну и вообще неприятно находиться и вот из Италии из Венеции мы тоже сейчас выпрыгиваем здесь есть безусловно города такие жемчужины вот как Амальфийское побережье как вот Швейцария здесь есть возле озера не возле этого озера которое мы проезжали а возле Милана есть озеро там тоже якобы красивые места и все а и Толомиды все еще и Толомидовые Альпы Толомидовые Альпы это тоже мы сейчас едем вроде бы как в ту сторону я не знаю возможно мы часть затронем но они как бы мы едем на север а они туда в ту сторону любви чуть чуть южнее есть люди я знаю которые прям влюблены в Италию вообще без памяти которые очень сильно любят Италию да безусловно здесь кухня очень хорошая и вы здесь голодным никогда не останетесь и здесь более бюджетная даже в магазинах вот я захожу я вижу что продукты они более более бюджетно стоят по сравнению с даже с Францией и у них тоже много всяких разных сыров вот прошутто у них тоже есть это хамоны итальянский и много разных вин вина тоже немного стоит просто я как бы не пью вино и соответственно мне вот этого нет любви наверное к Италии потому что Италия это наверное все таки про вино про вот про кухню про гастрономию приехать сюда покушать прошутто прокушать сырочки попить просека ну или там еще какое-то вино и вот Италия наверное про это но для меня это не актуально поэтому я как бы еду сюда за природой за какими-то достопримечательностями ну я вот их ищу 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 и вот в Венеции тоже думал найду что-то 4 часа ходил там искал в итоге ничего не нашел плюнул поехал в горы здесь хотя бы зелень хотя бы вот такие вот ландшафты красивые мы сейчас чуть позже будем проезжать мимо речки большой возможно получится покупаться проезжали мимо замка Костелло де Дисусанс это вроде как бы частный замок частное владение и было написано что открыто типа можно зайти посмотреть на самом деле ворота закрыта калитка и в общем не смогли мы заехать там у него даже своя такая мини крепостная стена здесь вот люди живут рядом ну и в общем не все то золото что блестит подъезжаем уже к Альпам здесь проходит такой хребет горный очень большой и за ними уже собственно будет Австрия очень большой по продолжительности широкий и длинный плюс ко всему еще он туда уходит налево на юг все как бы хвалят вот эти вот вот этот регион вообще то что он красивый ну не знаю еще пока особо ничего не увидели красиво кроме гор возможно будет дальше нам еще ехать тут заключительный город будет итальянский 70 километров до него ехать один час и крепость есть один километр от дороги сейчас заедем наверное налево да здесь да друзья нужно отметить что конечно здесь уже Италия и даже и на Италию не похоже уже во-первых и ландшафты другие и вот эти вот стенки всякие разные каменные здесь дома тоже каменные в Италии такого ну редко встречалось и очень мало уже эмигрантов в основном здесь местные люди живут вот защита чтобы сверху ничего на дорогу не упало то есть они заботятся именно о тех людях которые туда едут чтобы ничего сверху не прилетело натянуты сетки и опоры это все держат мы это встречали в Андорре тоже такое же похоже доехали прямо на территорию этой крепости вот по вот этому мостику который ну откидывается так раскладывается закладывается и прям вот заехали вовнутрь оказывается она большую роль сыграла когда на Венецию нападала Австрия и вот эти вот фрагские германские племена они тоже сильно нападали а вон там речка вот эта течет ну вернее то что от нее осталось и собственно эта крепость здесь сыграла большую роль ну как мы заехали сюда для меня это загадка мы сейчас там еще и погуляем плюс ко всем интересно весьма приличная такая прям у них здесь атмосфера вот это остатки по моему от Римской империи она естественно тоже тут была и похоже по строительству очень сильно ну и в общем здесь так все культурно сделали они бесплатно вход лавочки зеленая травка а это церковь церковь совсем современная 1917 год поэтому она так хорошо сохранилась вот так называется эта крепость Осопо фортеза здесь рестораны музеи и вот еще что то да все здесь короче говоря есть здесь можно заночевать парковка большая и весьма так тихо уютно вот можно на самый верх туда подняться это остатки видимо каких-то жилищ либо каких-то строений здесь зданий фонаменты туда мы где-то сейчас в ущелье поедем здесь автострада проходит тоже наверное она на Австрию идет а мы рядышком едем и я думаю мы где-то вот там через горы в итоге переедем и окажемся в Словении я думаю вот там за теми горами где-то Словения а за этими Австрия ну все рядом здесь на самом деле очень красиво и крепость в таком красивом месте тоже находится здесь можно спать вот там вот прям под деревьям большая есть площадка ну нужно проехать через мост мостик узкий большая машина наверное не проедет только легковая единственный минус скорее всего нас выгонят отсюда и ворота закроют я думаю она не работает круглосуточно эта крепость я очень сильно конечно удивлюсь если они не закрывают ворота здесь еще утята с уткой свой пруд и маленькие утята а утка где утка по моему тоже здесь или нет утку наверное съели и еще и рыбы здесь в этом в этом пруду целая куча рыб желтых заселили классное место загадывай и еще есть вот такой туннель туда по моему нельзя заходить ящерицы здесь живут но туннель есть пожалуйста а это видимо какая-то таверна была или еще что-то и сейчас сделали ресторан отреставрировали молодцы очень крутое место не знаю почему оно не популярное но тут как бы столы стулья они это либо убирают все на ночь либо как я даже не знаю я сейчас почитаю но там где мы заезжали там вроде как ворота если здесь можно остаться мы наверное здесь останемся а завтра позавтракаем здесь это бар больше бар чем какой-то ресторан информация здесь об этой королевство Итари а и астрахан эти венгерские империя столкновения были вот а здесь вот такой вот мостик сделан из палок а по нему ездят машины здесь видимо заводь какая-то была но нигде никакой информации нет до скольки она работает я просто подозреваю что здесь есть сторож и он просто-напросто вот это вот так вперед и закрывает ворота на ночь и все вот так друзья мы нашли здесь здесь в Италии на границе с Австрией и Словенией такое джиперское место здесь собираются джиперы катаются возле речки я вот думаю лезть на своем гибриде через речку или не лезть вроде нормально идет но особо смысла нет туда лезть потому что завтра будет отсюда солнце светить и нам бы лучше где-нибудь вот здесь возле деревья встать чтобы завтра не не светило солнце и в общем никакого смысла туда вообще лезть нет но здесь так красиво такие красивые горы прям просто невероятная какая красота вот на таких машинах здесь автобусах люди путешествуют мы сейчас пытаемся узнать есть ли там места получше но в принципе я уже хорошее место нашел где бы мы могли остановиться вот здесь даже вода есть тепленькая которая согревается вот итальянские джиперы вот так собственно выглядят вот что они творят здесь мне кажется он балуется просто зачем он так делает а он хочет застрять сначала а потом выехать забавный парень или это уже дяденька он хочет именно проехать да там ветки туда нет никакого смысла нет ехать там бампер туда только ехать царапать видишь они как балуются они вот так любят найти место где-то где не пройти не проехать и начинают там гонять я уже нашел там под деревьями хорошее место завтра солнце будет вот со стороны спины светить оттуда со стороны горы и я вон там встану спокойненько оказывается Defender вот такой трехдверный бывает росло надо было взять вот и все вот тебе первая выгода а вот джипер на лэндровере Discovery с розовым мостом только что там проехался вообще со свистом куда я не захотел лезть автомобили подготовленные ну здесь обычный лифт просто стандартный все в грязи а чё они они вот трухой у кого ТРД5 они отсюда приехали а у кого повыше они отсюда ехали ну вот так они собственно готовят машины железные бампера Тридцать третий по моему колеса спереди вообще бампера нет все розовое защита мостов а лебедки нет он дизельный конечно со свистом там проехал он воды не боится а у меня гиберидная машина я просто не хочу это ерундой заниматься этим детским садом конечно он вот так там сейчас проедет а я не хочу потом просто здесь ремонтировать электронику или еще что-нибудь ну в принципе без разницы где ехать друзья там оказывается один артист встрял в этой речке застрял на вот этом джипе на своем на больших колесах он вон там застрял на том переезде и я вот как раз таки вам про это и говорю то что здесь камни вроде бы камни а под камнями то есть там может и песочек быть и песочек может быть и грязь может быть какие-то провалы может быть самому богу только известно что здесь может быть поэтому я просто не хочу потом здесь корячиться машину ремонтировать электронику ремонтировать гибрид есть гибрид был бы какой-то смысл я бы рискнул просто здесь необоснованный риск какое-то ребячество я наверное уже не в том возрасте чтобы вот этим ребячеством сейчас здесь заниматься тем более в чужой стране за десять или сколько тысяч километров от дома я не хочу рисковать я сейчас только что пил воду вода кристально чистая в речке очень вкусная мы сейчас наберем прям полные баки дальше поедем вот здесь видите вроде бы камни а под камнями песок и он такой песок зыбучий то есть человек то как бы может пройти и то застревает а когда машина машина же она тяжелая больше двух тонн весит и она только попала и в какой-то момент что-то этот уперлась куда-то и все встало и все дальше не двигается конечно хорошо если бы допустим они были бы они вытащили но это не в этом дело если намокнет электроника у гибрида то это вообще мало приятного потом будет конечно же вот они там корячатся я слышу теперь вдвоем а он его не стал вытягивать почему-то вот вот он его не смог вытащить по-моему или что он разворачиваться будет но это такие движения беспонтовые на самом деле по речкам ездить нет никакого смысла это просто ребячество и вот я нашел идеальное место вот там восток завтра с востока вот отсюда начнет фигачить солнце и мы просто будем здесь с этой стороны спать в тенечке под деревьями и все до обеда сможем встать спать под речкой спокойненько нет никакого смысла туда вообще на эти камни ехать вот здесь идеальное место а вот можно еще сюда заехать правда там как бы ну такое колечко тупик все ну можно прям вообще стоять в стороне от всего ну легковая сюда точно не заедет просто как бы смысла нет я вам это снимаю к тому что как бы в европе тоже есть бездорожье есть вот такие съезды к речкам где можно поездить по бездорожью я просто не хочу царапать сейчас машину об вот эти деревья здесь об ветки об траву а так бы я конечно сюда смог заехать вот они этот черный джип вытащили ну слышно что у него и ремни свистят и там еще что-то в общем он сейчас будет вот здесь проезжать где я не захотел ехать причем он такой нормальный берет разгон еще фару сломали бампер сломали но он с разгона заезжал потому что здесь медленно нельзя машина может застрять конечно а а и и и и и и и он ли туризм вот он тоже разгон берет и проезжать но дизельная машина намного проще в общем я разговаривался с ними оказывается это гонщики местные итальянские и они говорят что типа правильно ты сделал что туда не полез потому что речка очень коварная и здесь нужно разгон брать чтобы проехать а разгон я не могу брать у меня там и бампера пластиковые ну и много электроники и короче говоря оффроуд ну не до такой степени чтобы речку вброд проезжать не стоит оно того вот они даже проехали здесь видно как колеса разбросали здесь грунт поэтому будем наслаждаться в общем природой отсюда они говорят здесь можно стоять здесь не не запрещено самое главное пожарный этот огонь не разводи и типа никто тебе ничего не скажет полиция ничего не скажет а так безопасно говорит